Серёжа, Серёжа, не надо, о боже! Серёжа, и жопы моей полез. О боже, я так сильно пёрнул, что Серёжа, и жопы полез. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ничего страшного, как говорится. Есть такая пословица. Сделал дело, улясь смело. Но я там не доделал, по-моему, дело. А потом она пришла к нам домой а мы там тоже с друзьями были ты чё пидорасовичу это не считается выродок я вообще даже не понял что произошло пробник был я помню как-то один раз тоже блин встречался с девушкой но мы с недолго встречались года три наверно три с половиной и она как-то набухалась короче у него танка корпоратив на работе был мы с ней встречаются мужа года ты вот и получается она набухалась то есть не корпоративчик был то ну пошла корпоратива только шлюхи ходят но это известный факт на любой на любом производстве да на любом предприятии корпоратив то значит там собирается шлюхи ну по и короче устроит этом порядочных людей не ходят на эти вещи ну это туда же тоже корпоратив пошла короче перед новым годом ну нажралась там в каком-то баре то ли кафе уже не знаю как точно называется это ну короче как она гныдник обычный гныдник но типичное заведение такое знаешь там где долба бухают танцуют бар по ходу какой-то там с этим с рестораном гныдник короче да а вот и я звоню и уже там 11 или 12 ночи парит эти есть еще так долго и это она трубку поднимает так а типа ой зая да мы тут с девчонками отдыха еще это буду слушая отдыхать хватит уже пора уже и домой время то уже сколько а отдыха ну короче мне это не понравилось я сел на машину при прилетаю туда ко входу захожу в этот бомжа беда в бар в этот там вот эти все пьяные лица им весело танцуют бухают беру ее короче за руку вывожу оттуда дарю слушаю давай это закругляйся поехали андако слышишь ты куда меня тащишь что ты меня позоришь перед всеми рю слышишь твери дура я тебе сказал дам отдыхать уже так времени сколько тут сидишь она такая нет я никуда не поеду мы сейчас девчонки мы поедем на хату еще к ним отдыхать я такое значит с девчонками да ну короче в это я беру ее на руки вытаскиваю еще дальше она на ногах уже не стоит она должна ногах не стоит падает пьянющая я уберу короче тащу домой папа снегу точнее к машине тащу по снегу на прям курткой по льду по снегу тащу домой за руку она злится конечно и это не нравится почему-то да вот в итоге притащил ее домой довез уложил на кровать ну естественно начала ко мне приставать ну чтоб я ее трахнул ну как бы мне все равно было типа трахнуть это святое для меня и в итоге во время процесса она начинает люто блевать просто блевать пьяная рожа начинает блевать она блеет у нее блевота так вот изо рта на волосы длинные волосы были прям вся выходит изо рта блевота ну типа она пьянющая была и короче блеет блеет а я так думаю чтобы она не поперхнулась своей блевней положил голову на бок и взял свой пылесос у меня пылесос ракета ракета пылесос такой знаешь синий здоровый начал пылесосом снял щетку и просто трубкой в блевоту в это забирать пылесосом с нее с волос со всех этих там кусочки колбаски это с корпоратива ну всякая еда были кусочки еды не переваривали я начал пылесосом все это забирать да короче полипа про пылесосил я ее лицо вроде короче уснула уснула она короче это на следующий день проснулась извинялась конечно долго очень за свои вот эти вот ухождения пьяном виде вот и думаю да 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 не я не то чтобы бросил ее после этого зачем просто мы потом расстались все равно с она себе нашла потом какого-то кукол да какой-то там такой пацик у нее появился такой страшненький страшненький правда был толстенький такой вот ну типа умов был за ней белое не нравилось это ну а я считаю себя не на помойке нашу лишь себя уважать как человек а я это не нравилось она хотела чтобы я перед ним бил в итоге короче она нашла этого пасека себе и по моему он тоже не бросил и все да вот такая вот история интересная конечно тоже как ах ты будешь вновь урод закрыл бы закинулся контроль и ревность приводит лишь к одному к разрыву отношений нормальной порядочной папе детский пай донат и таких базовых личностей как козы и чтобы рассказывать это хрень про девочек 14 лет дает твою мать дырку не запал кто согласен что путин пи сука да да какого хуя да как это возможно у меня просто колесом двинул и уже помер на девки перья дорога здесь не скрыть этот факт как-то помню сиранула зараза так что я аж проснулся потом уснуть не мог три часа это когда я сидел транслировал ты имеешь ввиду да на балконе когда мы с кариной стримерша еще стримили я тогда сидел это самое но я получается ну там жарко было лето на балконе там стекла большие солнце светит мы с кариной что доту играли по моему у меня код ну я получается ну жарко короче в трусах сидел и это стул у меня тхандер и получается сидел на как бы так что у меня яйца веселье то есть но из трусов выпали в бок и прям веселец хандера был у меня как-то один мальчик говорил что стремит очень известный но я и приехала к нему в самару нарядилась вся он скинул мне адрес в пгт я захожу во двор смотрю а он там кобеля трахает вот у меня яйца веселье горю яйца на балконе то есть с крест от хандера яйца мы с каринкой 4 ранее в доту у меня яйца выпали и код короче подбирает и как цапнет за яйцо блять понял ногтем думать что играются с ним типа также больно было разодрал яйцо там слизь какая-то было но ничего страшного сейчас как будто ничего не было ну понял короче там знакомый дружочек мы с ним тусили вместе мы понял бизнесом занимались короче медь воровали медяху понял медь и это самое такие советские прутки медные классные нет нет понял медяха уметь то вам пиздюкам то многим не понять что такое раньше целое состояние с кого расколачивали на бедяхи вот и получается в советское время медь была в большом достатке она повсюду была она не ценилась в принципе да вот и многие ее использовали там по различным назначениям да кто-то замещал ей металл вот и получается там дедок один короче царство небесное он старенький был уже не шарил ничего то есть понял нужно как бы ну старенький дедушка господи у него внуки и там дурачки были дурачки реально дурачки они распиздяли ну а мы бизнесмены серьезно серьезно вот и получается мы же бизнесмены медь воровали медяху ты еще расскажи как ты у деда павлика по кличке халавоспер дедовские медали военные а потом толкнул их и купил не полученные деньги вот таким я не занимался человек порядочный по жизни такие вещи я себе не позволил и получается медяха короче там а ну погреб обычный погреб такой вот там вот это и там в погребе полки деревянные а под ними они держались на таких прутьях медных там много полок было в погребе в этом а все полки держались на медных толстых прутьях такие может двенашка там толщина хорошие такие порядочные вот и получается я что-то залез и обнаружил это так как я бизнесмен у меня это смекалка сразу заработала я такой так типа ну надо вытащить медные трубы и уточни медные прутья вместо них засунуть железная труба ну я же такой пошел домой взял трубку железную напелял этих железных трубок и пошел опять туда на дело бизнес ну короче медь подоставал всю и туда железные трубки послал какая разница может быть тут держаться держаться они эти полки и в общем это килограмм наверно на 40 меди обогатился да это действительно поднялся я куплю себя player player купил себе кассету децил у меня была кассета с децилом и player конноли моновский с динамиком сперили тогда реально меня девки прям ну как бы начали уважать по-настоящему когда рэпер учится петь блять да ну но смысле самовзрыв они это чушь какая-то не меня убили или я сам умер я сам умер это не считается типа мимолетный ход идите на это игроки и играйте сами идиоты и и и